Поиск истины – это не просто смотреть со своей стороны, это умение видеть суть, суть вещей, суть явлений, суть процессов. И возникает вопрос, хорошо, да, важно видеть не просто там со своей стороны, важно видеть суть, но как увидеть суть? И на этот вопрос Иисус отвечает, по плодам их узнаете их, потому что в плодах показывается суть вещей. Вот, например, когда, вот сейчас весна, да, цветет все у нас, цветы на деревьях, и вот цветут яблони, цветут груши, расцветали яблони и груши. Они часто очень похожи, беловато-розоватые цветы. Иногда у груш больше цветов там, иногда так же. И вот, смотрите, вот цветут яблони и груши. И смотришь на это, и думаешь, как понять? Как понять, где яблоня, где груша? Трудно понять, особенно на расстоянии, просто не отличить. Очень похоже. Можно все назвать яблонями, а можно все назвать грушами. Один видит яблони, яблоневый сад, а другой говорит, нет, у меня точно такой же грушевый сад. И каждый видит свою реальность. Но когда появляются плоды, вот плод-то и раскрывает суть дерева. Плод и показывает. Причем есть же ведь декоративные яблони, которые вообще от обычной яблоней не отличишь. Но у него такие маленькие яблочки, не имеющие никакой пищевой ценности, что вот именно плоды появляются, и все показано, все раскрыто. Поэтому если мы хотим знать истину, нужно уметь учиться, смотреть в суть, в суть вещей, в суть процессов. Я думаю, это одно из самых важных, чему мы вообще должны в жизни научиться. Иначе мы так и будем говорить вроде бы правильные вещи, но одновременно лживые. Как вот эта фотография, казнь в Саигоне, вроде бы правильно, ужасно, один убивает другого. Но когда ты вникнешь, что же там стояло за всем этим, это не просто разная информация, это как бы суть того, что происходило в это время во Вьетнаме. Это когда, вот видишь, например, корову. Ну, честно вам скажу, корова не самое красивое животное. Конечно, в Индии там корова-корова, к ней особое отношение, но если мы так посмотрим беспристрастно, не самое красивое животное. Олень покрасивее будет. Он и стройней, и рога такие, вот и такие рога, и часто такие кривые рога, и тила. Ну, вообще, даже все время, я говорю, как коровы на льду, да вот их сравнивают с коровами, не самых элегантных, не самых изящных. И мычет, и все, вот это вот. Чего вот мычет, вот не соловушкой же. И навоз у него пахнет, там, где ходит, там и навоз, эти лепешки, и запах, и красиво, еще бока все время, ты как смотришь, корова грязная какая-то идет, бока вот это, навоз, жига и кривые, ну. Ну, это вот, вот, ну, вот даже когда картины, или там у бабушек ковры были, там олени, или мишки, ну, так, чтобы коровы были, я вот не помню. Почему? Потому что спросишь у художника, чего коров не рисуешь? Он скажет, а что там рисовать-то? Рога кривые, элегантности никакой, лепешки постоянные, мочит. Чего рисовать-то? Кто купит-то эту картину? И художник, ведь он же не соврет. Это же, ну, так и есть, это же реальность. Он же не оболгал несчастную, добрую корову. Нет, он правду сказал. Но какая суть? Вообще, зачем людям коровы? Корова, может, рога кривые, лепешки постоянные, мочит все время, грязная ходит, толстая, не элегантная. Но если она дает много жирного молока, то эта корова считается классной коровой. коровой, потому что ее заводят не ради натюрмортов, не ради того, чтобы восхищаться, смотреть. И поэтому вот в домашнем хозяйстве, да, там кошечка такая есть, есть, может, олененок там где-то бегает в лесу, а есть вот корова. И суть коровы другая, понимаете? Суть коровы другая. Поэтому, когда ты скажешь, что у вас какая-то корова, ну, неэстетичные рога, гадик все время ходит, голос ужасен, ужасен, они на тебя посмотрят, дурак, что ли. Это прекрасная корова, она доить не выдает, у нее такое вкусное, жирное молоко, у нас полдеревни покупают это молоко. Вот, вот она суть. И эта корова хорошая, они вообще не поймут твои слова. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот, я как-то смотрел, читал про одно исследование, которое сделали о том, как люди, посещающие больницы, поликлиники, оценивают врача. И чаще всего людям кажется, врач хороший, это тот, который обходительный. Если он говорит, садитесь, пожалуйста. Не такой, садитесь, вот так. Вот это хороший врач. А если он еще и внешне привлекательный, красивый такой белый халат, весь накрахмаленный, даже по статистике же, люди с более привлекательной внешностью намного легче находят себе рабочее место. И вот представь себе, врач симпатичный, так вот все причесочка, такие красивые модные очечки, запонки, все белый накрахмаленный халатик. Только диагнозы он в основном неправильно ставит и выписывает не то, что надо. Хороший врач. И другой врач. И шапочка-то у него набекрень. И не самый он обходительный. И грубоватый бывает. Пожалуйста, иди, давай, 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 давай. Однако, этот врач, знаешь, как говорят, врач от Бога, он тебя так посмотрел своим, может быть, не очень дружелюбным взглядом, все понял, выписал, что нужно, и ты уже через неделю бежишь здоровый. Какой врач хороший? Ну, я имею в виду, не для женибы, для учебы. Ой, для лечения. Какой врач хороший? Потому что суть врача, почему мы туда ходим? Занечу бы полюбоваться. Сегодня просто был омерзительный врач, омерзительный врач. Я просто, у меня просто чуть приступ сердечный не случился, когда я увидел, зашел в кабинет, там все так это, все кривна кость, календарь висит не так, как надо, все не по фэншую. И он такой, видно, с утра не побрился, что такое? Я просто разочарован по ходу в больницу. Мы не для этого ходим в больницу, не для эстетики. Правда же? Мы туда ходим, потому что уже мочи нет, хочется быть здоровым. Правда? Суть врача – это, чтобы нас вылечили. Вылечили. Поэтому можно говорить, это вроде бы, да, правда. Он так выглядит. Он, может, не побрился. Может, не самый накрахмаленный у него, эта шапочка беленькая, не самая чистая в этой больнице. Но зато то, что он говорит, это все в точку. Вот она суть. Я вам еще хочу показать фотографию одного мужчины. Можно? Вот смотрите. Вот что вы можете об этом мужчине сказать? На кого похож? Кто-то сказал на Павла Дурова. Ну, может, чем-то похож. Он же основатель контакта. На самом деле с чем-то похож. Но это не Павел Дуров, нет. Не основатель телеграммы. Вот я вам сейчас скажу немножко об этом человеке. Этот человек не пил, не курил. Вообще у него не было вредных привычек. Он был умеренный в еде, поэтому в еде нет лишнего веса. Более того, он был скромным, старательным. Никогда не выпячивал себя, не привлекал к себе излишнего внимания. В школе был председателем учебного комитета и выпускал стенгазету. Ну, просто отличный мальчик, да? Более того, можно вторую фотографию еще показать. Смотрите. Он не был бабником. Не был. Дон Жуансом не занимался. Он женился. И поскольку он жил в сельской местности, всех вызывало удивление. Он проводил время со своими детьми, воспитывал их и учил. Для деревни было непонятно. Не пьет, занимается с детьми, просто ужас. Он вообще стал педагогом, стал учителем, стал учителем, педагогом, был старательным педагогом. И вообще ученики вспоминают его как хорошего учителя. А теперь третью фотографию. Вот это тоже он. Это один из самых страшных серийных убийц. Чикатило. Чикатило, собственный прессионный. Андрей Чикатило. Видите? Один из самых ужасных маньяков, которого даже кличку дали «Ростовский душитель». Он был осужден за убийство. Там даже неизвестно, сколько детей он убил. Там было доказано 52 случая. То есть 52 ребенка. Вот плоды его деятельности. Три судебно-психиатрические экспертизы признали его вменяемым. Ну и как? Хороший человек. Я могу сказать, в смысле? Виктор, выпускал стенгазету. Был старательным. Не бабником. Там жена не искала, где бы там это. За юбкой бегал. Нет. Воспитывал своих детей. Не гордился. Без вредных привычек. Ну золото не мужчина в нашей стране. Скажешь, пастор, какое имеет это значение на фоне того, что он десятками уничтожал малышей? И это правда. Вот они плоды. Вот они результаты. И неважно, какой он был там старательный, какие там у него были привычки, думаешь, лучше бы пил и кутил. Ну, дети бы оставались живы. Правда же? Лучше бы пил и кутил. Потому что суть-то не в этом, не в его старательности, не в его образованности. И вот, дорогие, важно, чтобы мы учились видеть суть. Продолжение следует...